Сейчас я на руке покажу тебе жасмин Зритель Пока он еще Цветет Доцветает Надо его собирать Немного темноты Я только хотела показать тебе на камеру Как кошка Арицка Увиденную мной четвертую мышку За второй день съедает Или вторую за сегодня Взяла камеру, она уже ее сожрала Но там мышоночки небольшие Я мыла гамак Потому что его засрали птички И покрыла его тряпочкой Покрыть тряпочкой, идея моей тети Но он как бы будет В таком углу разе подольше Сохнуть Но зато на мокрый гамак При случае Не насрет птичка И ее уже какашка придется На старую Не то чтобы это простынка Это даже не простынка На старый пододеяльник Одна вторая часть Старого пододеяльника Вот эти мокрые пятна Это как раз соприкосновение Мокрого гамака С ним В прошлый мой приезд Где-то ближе к моему Уже концу уезда Ну на десятый день Наверное Какая-то птичка Прям так конкретно Нагадила А вот уже Вчера обнаружилось Что на гадиле Это почти везде Они видимо решили Что это специальный Подул под их Какашки Вот наш жасмин Если ты зритель Любишь зеленый чай Жасмином просто чаще Пьют зеленый чай Но также еще черный чай Короче если ты любишь чай Жасмином И у тебя где-нибудь Растет жасмин Или есть те У кого растет жасмин Попросись к ним На собрать Или сам собери Если где-нибудь Знаешь где растет жасмин В экологически чистом месте Это для того Зрителя кажется Имя Алексей Который писал Что он собрал уже Иван-чай И ждет липу И что собираю я Вот зритель Алексей Если ты не знаешь Про жасмин Но он у тебя внезапно есть Собери Посуши Вот вкусный чай Репа у нас Ну видишь Как выглядаются деревья У нас тут порубили Малость Вон там эти ветки Скинули Кстати я сейчас покажу Тебе зрители То что нашла вчера Моя тетя Я ее прополола Полила И сегодня полила Еще к вечеру полью Потому что все-таки Лучше с вечера поливать Клубнику Я в прошлом году Об этом узнала Не помню от кого Короче у меня теперь Есть клубника снова Самосев Молодая Я вот смотрю в камеру Мне кажется Что ни черта не видно Солнышко Может с другой стороны Обойти Вон там наши пчелы Вот моя тень Я сегодня даже Одну красную клубничинку съела Тут где-то еще была Я видела Созревает Короче я ее тут приближаю Но я на камеру Совсем не вижу На нашей липе Не знаю в этом году Есть вообще Намеки на цветы Или нет Потому что ветки Которые обычно Конкретно так С цветами были Обрубили Там были и молодые Хорошие ветки И старые Не знаю зачем Молодые Обрубили Но старые Обрубили А наверху Вот там выше Обычно я как бы наблюдала А тут что-то я не видела Может что правда Тогда рано было Я посмотрю сегодня В крайнем случае Соберу потом У деда С внутренней стороны Которая липа От дороги Именно внутри Ну как у нас тут Дорога Такая Вот ягодка Она начинает краснеть Такая сладкая Короче Вот это тот сорт Который он там раньше рос Этот сорт Дедушка сажал Я не знаю Как он называется Но она такая В общем Может быть По форме Не очень Неказистая Не всегда крупная Но сладкая А сладость Такая вот Иногда граничит Как вот Слегка забродившее варенье Допустим Я не знаю Это просто сравнить С чем Родственники Нагодица-то покосили Но они косили Когда В день Когда я уехала Вечером Соответственно Уже это село Никто не собирал А сейчас это Довольно проблемно Будет делать Вон там Мой будущий Ну в смысле Он уже как есть Только его Накачать Сегодня с вечерка Покачаю Сейчас вон Солнышко вышло И я думала Что будет не очень жарко Но Не то чтобы жарко Но Как бы В теньке А то что делать И прокатиться Я наверное Уже часа в четыре Только поеду Сейчас мне кажется Уже около часа Ну да Он сейчас покрыт Просто чтобы не улетала Никуда Это вот старый Бассейн племянника Я когда-то в нем Даже Сидела Какое-то время Но он уже как бы Дырявый Это если ты смотришь Все подряд ролики В том числе Хавчик на камеру То уже в курсе Я тут в общем говорила Про медогонку Это вот та Центральная штучка Крутилка Ну я не знаю Как профессионально называется Не геморюсь Вот это рамки Куда вставляются Рамки Из ульев Можно поставить Две гнездовых Или одну Ну и пардон Можно поставить Две Магазинных Или одну гнездовую Потому что гнездовая Это две магазинных Как бы она большая Они сохнут На солнце И сама медогонка Вот Ну она кверх ногами Соответственно Сохнет Вот отсюда Вытекает мед У нас оказывается Одиннадцать ульев Потому что Когда мы в пятницу Приезжали И думали Что в оба Залетели раи Оказалось Что в одном Были воровки В одном Был действительно рой В итоге у нас Получилось так Что в тот день Еще слетел рой И он Ну как бы Улетел Не стали его ловить Уже Потому что мы уезжали Он там привился Где-то килограмм на полтора Небольшой рой Плюс мы приехали У нас сосед Поймал рой Он там дня три Стоял в районе Пчериной сарайки Сейчас покажу Пчериную сарайку Вот как-нибудь такая Ну короче Я уберусь в горке И сделаю Полноценный обзор дома Отдельным роликом Сейчас просто покажу И короче У нас получилось как Три рая Ну думали что три рая Но на самом деле Вот в одном домике Были воровки А по сути Получается действительно Три рая Один улетел Один залетел Другой посадили Плюс еще было Два домика В котором были Получается Сейчас скажу В общем у нас Оставалось по-моему Восемь или девять ульев А сейчас одиннадцать Один рой мы отдали Один рой У нас как бы Ну тетя там специально Ловила Ставила По бартеру Отдала там ей Ну какую-то вкусняшку Сладкую отдали За работу Один рой поймал сосед Когда я вот увидела Сказала мне Надо было сказать Типа соседу рой Один рой Соответственно Слетел Я думаю Что Атоша Хоть Катя Тетя моя считает Что-то у нас Слетела Я проворонила С вечера типа слетела Ну бывает иногда В прошлом году Один огромный роль Так килограмм на пять Слетел с вечера Вообще восемь вечера Где-то так Очень Внезапно так Крайне редко Так вообще бывает На самом деле Они обычно Утром летят Но днем Но не вечером В общем рой соседу Рой каким-то ее там Родственникам Знакомых В общем Кому-то там Из ее знакомых Какая-то там Родня ее знакомых Попросила рой И у нас Два посадили Потом Один залетел И еще один посадили Получается В принципе Лучше с раев Так вот Не считая тех Которые уфинтюлели И У нас тут Одиннадцать домиков И четыре рая Получается Я не знаю Правда Один может Рой Соединили С каким-нибудь Там слабым домиком Но в итоге У нас тут По-моему Так Сейчас Вот реально Два слабых улья И девять сильных ульев И два из них При этом злые Это вот Вон тот голубой И вон тот шестой Ну который такой Светлый зеленый Я их сейчас Приближу Вот эти два Злобные Ульи Там такие пчелы Они на тебя садятся Заглядут на тебя Через сеточку Я же обещала Показать сеточку В предыдущем видео Короче вот Она конечно Сейчас закрыта Пчелиная сарайка Изначально Это была дедушкина Мастерская Вон там Когда-то давно Был душ Но так как Есть люди Которые боятся Некоторых Клокух То в какой-то Ну короче Некоторых Животных То в какой-то момент Душ нам не ставили Я не такой силач А бабушка На тот момент Уже тоже Ну я думаю Она бы и раньше Не смогла Эту штуку Разворотить Хотя она могла Какую-нибудь Очень тяжелую штуку Поднять Особенно в момент Когда нельзя было Этого делать Ну короче И у нас Мы просто уже Этот сам по себе Душ там все Дедушка еще организовал Конкретно так Взяла она была Можно было Налить воды Она согревалась У меня такое ощущение Будто там какой-то кот А я это фигула вижу А теперь я приблизила Еще и Солнце В глаза Да Там походу Дело какой-то кот Котеночек Котеночка Сегодня не это Не слышно Кот Ты не знаешь Кто родил котеночка И что с ним случилось Потому что сегодня Он не плачет Хотя я вчера слышала Как кошка забиралась По крыше Думаю Что она все-таки Покормила Может с ночи не провела Ну а поспала Почему здесь вот заделано У нас раньше Как бы Ну вот видно рисунок Я думаю На других видео Где-нибудь Даже засветилось Это окно Там в некоторых местах Не было стеклышка И залетали постабильно Осы, пчелы А так у нас здесь Внутри находятся рамки Ящики с рамками То соответственно Как бы тетя решила В этом году С этой пленкой заделать Там У дедушкиной мастерской Теперешней Сарайки Вчериной Тоже Ну там стеклышко В одном месте Было разбито И чуть-чуть не хватало И тоже залетали Вечно пчелы Еще и бабочки На мое несчастье И тоже решили заделать Вон кот Кот осмелел Приперся Не орет Кошку не требует Мне кажется Он даже просек Что кошка Ну какая-то не такая Типа как птишка Практически Это кустик Некогда ранее большой Черной смородины Там красная смородина Причем я уезжала У меня было очень Много зеленых Ну довольно прилично Зеленых ягодок Не знаю Кто их там зеленые поклевал Или куда они иначе делись Я только одно обнаружила Я надеюсь В тех местах Где самоосевом кустики Я обнаружила Внутри круга И за кругом То будут ягоды Там где Я уже года 2-3 подряд Собирала У омута Птички раскричались Потому что тут этот кот Не чуют опасность Тоже будут ягодки Я соберу здесь Конечно красной смородины Скорее всего Опять будет мало Я в одном месте Обнаружила Куст красной смородины Но он там как-то Птичками оклевывается Еще до того Как созрел Там гнезда этих Дроздов Или кто они там Визгливые Которые в прошлом году Уселись на нашем домишке Сверли гнездо И наглели Не пускали меня за дом Собрать какие-нибудь растения Вернемся к жасмину Сейчас ближе подойдет По всем Жасмин Сегодня на 29 июня 2022 года Если кому-то это важно И вполне еще можно Собирать жасмин У нас здесь Все засветает На 2 дня позже Чем в городе Вон там крапива Вымахала Наверное в этом ролике Надо сказать Пока зритель Потом еще какой-нибудь сниму Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok